По особенностям натуральных материалов вы, конечно, знаете. Здесь на первом месте это экологичность, на втором месте это отсутствие, как это выразится правильно, робопорта, вот как в обоих идет, повтор рисунка, в натуральном материале этого не будет. Чем мы интересим? Особенно на сегодняшний день. Те квартиры, которые были у наших родителей, я еще даже застала, такие маленькая квартирка, маленькая комнатка, в которой там все плотно затыкано мебелью и пола как такового не видно, то они ушли в прошлом. На сегодняшний день у нас существуют гостиные по 50-90 метров, у нас существуют просторные спальни, хорошие детские, большие коридоры. И здесь красота напольного покрытия, она уже видна. Это первое. И второе. Если вы покупаете ламинат, то в зависимости от того, какой вы ламинат покупаете, какого бренда, там идет в пачке определенное количество рисунков. Допустим, в упаковке 8 досок, 6 из них разного рисунка, а дальше начинается повтор. На большой комнате, допустим, вот у меня недавно был клиент, 57 метров гостиная. И достаточно пустая. И начинается вот на полу четко вот этот сучок. Раз, два, три, и пошло, и пошло, и пошло. Мне это не нравится. Я говорю, ну, если вам это не нравится, то здесь единственный вариант уйти от ламинированного покрытия и взять натуральное. Потому что натуральное покрытие не повторяется. Оно абсолютно уникально в этом плане. Но у натуральных покрытий это плюсы. То, что я вам рассказала. Экологичность, отсутствие высокой теплопроводности. То есть полы намного теплее, все натуральные полы намного теплее, чем полы синтетические или заступленного покрытия. Третье. Гигиеничность, красота. То есть вот такие большие плюсы внешнего вида. Но у натурального покрытия, в силу вот его конструктивов и в силу того, что он натуральный, есть все-таки и отрицательные свойства. Это достаточно драматичная поверхность. Так.